ну что друзья всем привет очередное видео на канале в сегодняшнем видео будет обзор на чехлы для экшен камер sony fdr 3000 x ну а также данные чехлы подойдут для с 300 обретал друзья данные чехлы с такой целью чтобы не защитить там нашу экшен камеру там от ударов от падения до а чтобы улучшить звук ну как улучшить защитить точнее от наш звук от ветра поскольку звук в этих камерах неплохой но когда мы снимаем ветреную погоду если что-нибудь не придумать для защиты микрофона будет задувать ветер и будет получается плохой звук ну кто снимает на эти камеры знает ну может быть кто-то только приобрел данную камеру и вот смотрит обзор будет интересно и полезно ну кто друзья давно уже подписан на меня смотрит канал мой знает что я стараюсь всегда в своих видео чтобы звук всегда был хороший без помех ну чтобы было хорошо смотреть вот и получается звук вот даже сейчас покажу я пишу как бы на камеру но вот у меня дополнительно есть рекордер я пишу сюда звук ну и потом уже вот когда я снимаю на три камеры я в монтажной программе получается свожу звук не звук у меня идет отсюда просто что меняю ну картинки с разных камер вот ну а у кого друзья такого рекордера нет ну никто не не хочет заморачиваться так как я вот сейчас извиняюсь рекордер положу вот них не хочет заморачиваться также ну так как я вот с этим звуком и хочет писать именно звук в камеру ну самое простое это можно защитить звук надев вот такую вырезав вырезав с губки вот такую защиту она вот крепится сюда на микрофон и все это самое простое но друзья вот такая поролоновая губка не сильно хорошо защищает от ветра было у меня частенько много я чую видео со своих рыбалок не показывал поскольку задувало ветер и у меня получается с рекордера из камеры звук синхронизации не было короче мучился я там а с камеры ну задувал ветер и было плохо слышно и я уже эти моменты не вставлял видео и как-то я тут задался целью думаю дай-ка поищу может быть что то есть ну разные варианты на рынке есть можно выбрать есть там от дешевых до дорогих но такие чехлы нашел неплохие такие сделаны на 3d принтере никаких зазубрин ничего на ощупь гладенькие мне понравилось вот заказывал нашел человека который занимается вот изготовлением данных чехлов он кстати сначала начинал самого простого чехла ну и дошел до того что если у кого-то есть вот такая защитная линза получается на экшн-камеру можно выбрать вот такой чехол но кого нету вот можно выбрать вот такого плана получается чехол вот с такой защитной крышечкой чтобы ну в кармане при переноске ты при хранении как бы наша линза не повредилась ну а вот у меня была первая камера моя вот сонька да вот у нее вместе с тоникой покупался данной линзы и как бы на нее вот я взял чехол просто для того чтобы защитить получается звук сделать защитить защитить от ветра ну и также на этой тоже не защита от ветра но просто она вот по конструкции другая еще раз повторюсь сделано вот с такой крышечкой просто данный вот это стекло очень стоит дорого вот ну я решил взять вот такой вот заказывал отошел от темы в инстаграме нашел человека зовут его семён получается написал ему вообще его нашел друзья случайно смотрел какое-то видео тоже по чехлам и там в комментариях нашел получается ссылку на него зашел посмотрел нашел в инстаграме списался говорю так и так не надо в беларусь чтобы вот хочу снимая видео ну как бы звук пишу на на рекордер ну и чтобы синхронизация была хороший звук мне нужно такая защитка от ветра чтобы было ну хорошая ну крит вот есть такие чехлы я говорю а у меня вот еще и с линзой ведь ну вот есть у меня вот и такие чехлы разработаны вот я говорю ну мне надо чтобы было именно хорошо по звуку чтобы ветер не задувал и вот как паралонка работает ну вот так и так но верю ну я как бы да знаю поскольку я пользуюсь но паралонка сильно не убирает получается шум и ответ раздувание и вот у него есть вот такие вот друзья видите вот на этой камере стоит вот такая меховая защитка сейчас я покажу у меня есть и вот на эту камеру в комплекте шла где-то друзья потерял не взял с собой сейчас снимаю ну покажу вот с этой камеры вот снял поближе вот вот такая меховая защитка вот получается можете видеть отверстие сделаны под вот в камере есть вот динамики все сделано все классно одеется сейчас вот даже покажу вот снимается фильтр вот вынимается наша экшен камера вот берется экшен камера вот друзья смотрите защелкивается вот закрывается и вот эта борода вот вставляется все наш динамик закрыт как вообще по звуку друзья но у меня вентилятора нету чтобы вам продемонстрировать как она защита звука я оставлю если кто друзья хочет заказать эти чехлы инстаграм семена можете списаться с ним если кто-то заинтересуется ну и так же там ссылочку оставлю с видео с ютуба как он там тесты проводил но вообще реальные тесты друзья я проведу на ближайшей рыбалке посмотрю как ну и скажу хорошо ли защищает данная ветрозащита от ветра или нет вот ну и вот вторая друзья вот получи второй получается чехол вот так открывается крышка ой камера чуть не улетела вот вот так снимается здесь получается друзья привязан шнурок чтобы крышку не потерять ну и вот тоже так же вот вынимается но я до конца не вы не буду вынимать поскольку крышка привязана вот все вот так получается вставляется вот вот это получается друзья ветрозащита с поролона идет в комплекте также идет вот такая же вот как здесь как она ну борода вынимается вот это и вставляется на место с поролона в этой но я говорю забыл ее сейчас где-то дома там осталось ну и я еще раз напомню я просил его в грину мне надо как бы что вообще хорошо защищал зуб поскольку то камера стоит дальше от рекордера вот это я пользуюсь креплением на груди а вот это у меня ну где-то закреплена на штативе там и он горит у меня вот есть такая еще борода дополнительно дополнительно поролону можно закрепить ее вот такая-то по-моему он сказал новая ну новая как бы разработка там или что вот получается вот так она сюда одеется на поролон и получается и поролоновая защита идет и вот этот борода вот такая и вот эти волоски получается вот эта меховушка она вообще от ветра только меха ушки спасают как-то занимается музыкой я спрашивал видит пролон особо так не играет роли сама хорошо вы даже посмотрите вот если кто-то новости репортажа какие-то снимают такие большие микрофоны там вот такая меха ушка вот только она спасает ветром от ветра ну вот закрывается крышкой все также плюс данного друзья чехла смотрите здесь вот можно открыть крышку вот стоит батарейка также смотрите есть под задней под все разъемы микрофон тут hdmi там у нас вот так же вот под эти три кнопки и флешка под флешку получается ну и сверху так так же вот под эти кнопки чехол понравился как бы веса сильно не добавляет ну конечно плюс еще защита есть если не дай бог упадет наша экшен камера но лучше не ронять поскольку линза линза здесь очень дорогая и вообще этот механизм механизм можно сделать получается сбить его сделать тряску и потом не будет работать стабилизатор поскольку сама линза там подвешена на стабилизаторе вроде если не ошибаюсь здесь и вот поэтому почему соньки хвалят у нее стабилизация классный вот придраться в принципе друзья к ней к не к чему к нечему как там правильно сказать вот все сделала добротно но единственное может быть пару минусов таких но это моих вот как бы может быть семён посмотрит это видео если ты смотришь ну ты напиши в комментариях возможно это сделать или нет хотелось бы может быть немножко вот здесь сделать больше вот ну про прорезь эту чтоб удобнее было закрывать крышку вот она сейчас открыта но хотя она надо чем-то поддевать получается чтобы закрыть этот замок наш хотя хотя это не знаю она как бы не надо но не откроется вот ну вот это такой как бы минус по мне если как бы можно устранить попробую устранить будет ну удобнее конечно вот если это реально конечно и второй минус хотя ну как минус получается я договаривался я как бы деньги перевел и получается за доставку оплатил поскольку семён сказал что если он будет отправлять за свой счет немножко дешевле бы обойдется доставка и получается немножко мы договаривались на одну сумму за доставку но вышло чуть меньше и и вот он что оставала сумма положил вот такой адаптер это друзья адаптера ну удлинитель и вот этого вот крепления допустим на голову вот удлинитель вот этого болта поскольку сейчас покажу вот этот болт не на всех вот этих креплениях сативов большой и вот видите я не могу закрутить вот тут этот удлинитель посмотрите он помогает нам закрепить нашу экшен камеру вот это получается такой адаптер вот как бы закрепил и проблем нету да но опять же это добавляет хоть какой-то но небольшой вес вот но вот этим креплением я буду пользоваться поскольку она у меня вот это я вот так закреплю она будет у меня либо на штативе использоваться либо там вот в лодке там крепление есть вот второе друзья крепление у меня получается вот это экшен камера я пользуюсь на груди вот у меня тут сделано вот такое же крепление тут удлинитель чтобы удобно было снимать ну и не хочу ставить вот такую сюда дополнительный удлинитель умнее покупать его нужно поскольку он леток вот один и и пришлось вот здесь друзья канцелярским ножичком немножко обрезать чехол чтобы можно было спокойно вот вот я закрепил вот видите все закрепить вот на этот мой на мою получается вот этот удлинитель с этим башмаком поскольку ну не хочу я дополнительные еще что вот такие вешать вот и вот это я как бы ну к минусу отнесу и вот еще раз повторюсь если симон смотрит напиши тоже возможно ли вот здесь тоньше делать вот если это возможно то конечно ну возьми на заметку что-нибудь здесь придумаю что было больше ну и вот здесь чтобы площадка была тоньше чтобы можно было вот крепить без вот таких переходников ну а если нет друзья придется тогда подрезать как бы канцелярским ножиком но это ничего страшного как бы я считаю это ну тоже не минус ну конечно хотелось бы чтобы может быть сразу было ну готовая площадка без всяких креплений отдел и вот так что чехлами друзья я доволен показал вам как бы выхода у меня еще на рыбалку не было не снимал с ними но веса не прибавилось ну может быть если только чуть-чуть да но это ерунда плюсов конечно намного больше ну во первых это защита но повторюсь мне защит это не главное было а самое главное что это теперь звук звук друзья не будет забиваться я надеюсь ветром вот и у меня синхронизация с моим рекордером и камерами будет теперь на все сто процентов и не потеряется хорошие моменты с рыбалок ну и вообще с каких-нибудь обзоров вот так что друзья если вы тоже мучаетесь получается со звуком там с ветром что-то не получается даже хоть у вас вот такая одета как я вначале видео говорил это самый такой но простой вариант как можно улучшить звук на камере тоже друзья не помогает так что переходите по ссылке в описании на инстаграм семена если ну посмотрите и пообщайтесь если как бы понравились они вам ну заказывайте ну а если хотите как бы посмотреть вообще стоит ли брать эти чехлы или нет чтобы не пропустить подписывайтесь на мой канал в дальнейшем я обязательно обязательно еще ну расскажу про них оставлю свой отзыв как там получится у меня на рыбалке как на ветру они себя поведут эти защитки как вообще синхронизация будет рекордером ну все узнаете так что подписывайтесь оставляйте комментарии свои вот ну в принципе наверно друзья все больше по чехлам сказать нечего так что друзья все оставлю в описании и если друзья данное видео понравился поставим палец вверх напишем свой комментарий новыми как всегда пожелаю счастье здоровья любви ну и до новых встреч пока